Приветствую, друзья! Кроме каких-то совершенно новых или давно позабытых брендов, в гонку мобильных ЦАПов включился и хорошо нам знакомый производитель аудиотехники компания X-DOO. Обе его младшие модели, к сожалению, прошли мимо меня, а вот со старшей Link 2 балл я предлагаю разобраться сегодня. Базируется аппарат на двух полноценных конвертерах Cirrus Logic CS43131 с усилительной частью на LM27762, что нам обеспечивает до 125 мВт на обычном 3,5 мм выходе и до 270 мВт на балансном 4,4 мм. Кроме того, ЦАП имеет целую кучу различных кнопочек и переключателей, высокую энергоэффективность и просто потрясающий, как на мой взгляд, внешний вид. Собственно, поехали. Пришел аппарат довольно-таки броско оформленной картонной коробки с логотипом пройденной Hi-Res аудио сертификации. Внутри лежал, конечно же, сам ЦАП, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, переходник с Type-C на классический уже USB разъем и два коротких кабеля. Это Type-C и Lightning. Корпус устройства в миру тяжеленький, выполнен на металлическом каркасе и наделен целой кучей различных управляющих элементов. Спереди расположился индикаторный светодиод с логотипом компании, сзади разнообразная служебная информация, сверху знакомый всем Type-C вход, а снизу целых два выхода. Обычный 3,5 и балансный пентакон 4,4 мм. И это только начало. На левой грани находятся два тумблера. Первый переключает версию USB для выбора между максимальным качеством и поддержкой игровых приставок, а второй режим работы усилителя с учетом наушников разного импеданса. Правая же грань тут как на плеере. Отведена под регулировку уровня сигнала и кнопку паузы. Она же переключает треки вперед-назад двойным или тройным кликом. Изменение громкости, к сожалению, системное. Гарнитуру DVS не поддерживает и это понятно в силу отсутствия в компонентной базе АЦП модуля. Здесь только два ЦАП от Cirrus Logic CS4331 и операционники LM27762. Какого-то особого нагрева за все время использования я не заметил, как и шума в паузах. По громкости, очевидно, тоже имеем хороший такой запас. Да это и неудивительно. По мощности аппарат способен выдавать до 125 мВт на обычном выходе 3,5 мм и до 270 мВт с баланса. Это в пересчете на 32 Ома нагрузки. Потребляет девайс, на удивление, сверх скромно. Что для его мощности ну просто нонсенс. Измерения показали на 5 вольт, всего 0,92 А. А следовательно, за заряд аккумулятора смартфона, планшета или ноутбука можно особо не переживать, хватит надолго. Причем на показания не влияют никакие имеющиеся здесь переключатели. А вот то, куда подключены наушники, отрабатывает с точностью до наоборот. С балансного выхода я получаю 0,92 А, а с 3,5 мм целых 0,108 А. Это, конечно, в пределах погрешности, но с точки зрения логики, должно быть ровно наоборот. Под Windows 10 ЦАП определяется автоматически, готовый к работе посредством Wasapi. Для более ранних версий операционной системы и поддержки ASIO интерфейса предусмотрены соответствующие драйверы на официальном сайте. К сожалению, реализовано это на стареньком 32-битном движке Bravo HD. Согласен, не принципиально и довольно-таки надежно, но лично мне этот софт не по душе. Под Android и iOS ЦАП работает на всех приложениях и стриминговых сервисах, в том числе и посредством полюбившегося многим BitPerfect режима с аппаратной регулировкой уровня сигнала. Измерения я проводил в разрешении 24 бита 96 кГц с балансного выхода, поэтому и в этот раз использовал E-MDA ADC. Но теперь уже тестер выдал все значения в положении отлично. Идеальная кривая АЧХ, шумовая полка на уровне минус 160 дБ, отличный динамический диапазон, гармонические искажения ниже уровня минус 110 дБ, а интермодуляционный ниже минус 115 дБ. То есть технический аппарат ну просто прекрасен, тут вообще не докопаешься. В плане звучания, как я уже неоднократно упоминал в других обзорах, ничего лучше в данном форм-факторе я еще не встречал. Сравнивая с Acme Magic Sound 4, последний гораздо мелодичнее, теплее и мягче, чего значительно уступает в четкости и точности прорисовки музыкального полотна. Link 2 балл при столь же высокой сбалансированности намного прозрачнее и чище. Хотя, если вы техничности предпочитаете музыкальность, то ЦАП от Acme может заинтересовать вас немного больше. XDU это про контроль, уровень прорисовки и просто восхитительную гармонию. Так, низкие частоты у того же Colorfly CDM1 кажутся мягкими, вволакивающими, как и Acme, а серединка наоборот очень четкая и детальная. Кому-то такое несоответствие, конечно же, может прийтись по душе, но лично я сторонник равного подхода для всего частотного диапазона. Кроме того, у Colorfly можно заметить сильное акцентирование в верхней половине спектра, отчего нижняя середина кажется немного вялой. Не всегда это заметно, однако в оркестровой музыке разница просто очевидна. Acme и XDU прекрасно прорисовывают даже самые дальние планы, в то время как Colorfly начинает терять энергию уже на середине сцены, зачем-то сильно подсвечивая нам верха. Так что сразу отвечу на постоянный вопрос. Colorfly не конкурент для XDU, вот от слова совсем. Впрочем, ценник у них тоже заметно отличается. Разбирая по частотам, Link 2 балл нам предлагает, ну чуть ли не лучшие по динамике и прорисовке текстур басы, четкую, буквально прозрачную середину, с приятным слуху, плотным телом, отработкой даже самых мельчайших нюансов и полноценные, в меру продолжительные верха. В которых все вот как на ладони, без попытки что-то скрасить, сгладить или увести на другой план. Все есть, все четко и без каких-либо ненужных акцентов. Тестирую Link 2 балл уже достаточно давно, за это время успел сравнить его, наверное, с 15 различными мобильными ЦАПами. Если почти в каждой из имеющихся у меня моделей легко можно было различить сильные и слабые стороны, то XDU скорее как эталон. Так, например, звучание с баланса у Colorfly мне понравилось значительно больше имеющегося там выхода 3.5 мм. У Link 2 балл уже несколько раз переключил режимы импеданса и все. Идеальная техничность, четкость, выразительность и просто прекрасное построение сцены в глубину с любого из выходов. При этом, ровно как у всех серьезных стационарных девайсов, здесь удалось соблюсти баланс музыкальности и точности. То есть помимо упора в микронюансы мы имеем прекрасную глубину, тембральный объем и очень высокого качества передачу эмоций. Подобного уровня звука среди мобильных девайсов я лично еще не встречал. Это просто сверх круто. Из стилистики тоже не нашел ничего, что бы могло хоть как-то напрячь героя нашего обзора. А среди них было немало оркестровой или другой академической музыки, сложный инструментальный джаз, скоростной металл, разноплановая электроника, этника и экспериментальная музыка. Множество всяких сборников и просто каких-то случайных команд. Эмоция здесь лишь одна, но полнейший восторг. За последнее время в моих руках побывало много разных интересных моделей, но этот ЦАП однозначно лучше всех. Причем абсолютно не важно, что именно вы предпочитаете из подачи, уверен, Link 2 балл вам зайдет. По наушникам смотрите сами, хотите ли вы добавить ЦАПу мелодичности чем-то динамическим или, например, планарным, или же сильнее подчеркнуть детали чем-то гибридным или даже чисто арматурным. Все это в вполне возможно. Для тестирования я по большей части использовал наушники с балансным подключением, чего и вам советую. Мало того, что мощность получается выше, а следовательно, лучше четкость и динамика, так еще и энергопотребление в этом режиме оказывается меньше. Итогом, мобильный ЦАП xDualink 2 балл вызвал у меня исключительно положительные эмоции. Очень низкая, как для баланса, энергопотребление, множество различных управляющих элементов, сменный кабель, интересный дизайн и просто невероятно высокая мощность. 125 мВт на 3,5 мл в выходе и до 270 с баланса. Докопаться тут могу только до веса устройства и Asio на стареньких драйверах Bravo. По измерениям тут нечто просто сногсшибательное, да и звучит аппарат просто невероятно чисто и очень детально. При этом производителю удалось соблюсти идеальный баланс, наделив звучание еще и глубиной, мелодичностью и тем самым аудиофилским тембральным объемом. Еще раз подчеркну, это лучший мобильный ЦАП, что я только встречал на сегодняшний день. Прекрасный как с технической, так и с музыкальной точки зрения. Обычно так звучат серьезные стационарные девайсы, отчего могу выразить свое абсолютное восхищение инженерам компании XDOO. Получилось просто сверх круто, лучше всех. А на этом у меня все, это был мобильный ЦАП XDOO Link 2 балл. Всем добра, всем пока-пока, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok